Сельскохозяйственный год для аграриев выдался очень сложным. Были большие трудности с поливной водой. Природа тоже заставила немало поволноваться. Но благодаря совместными усилиями область собрала хороший урожай. Известно, что успех не дается легко. В этом году в мае и в июне погода была прохладной. Были трудности с поливом в период вегетации. Благодаря эффективному использованию новой современной техники для уборки урожая. Благодаря огромному труду земледельцев собрали зерно без потерь. На торжественном вечере были названы лучшие. Среди районов лидером признан Шиэлийский. Были проблемы из-за погоды, маловодия. Но несмотря на это, дехкани добились больших достижений благодаря взаимовыручке и единству. Были возданы должные почести героя труда и матери героини Салеми Жумабековой. Аким области вручил легендарному рисоводу ключи от пятикомнатной квартиры. Никто не остался без внимания. Были отмечены все, кто самоотверженно трудился во имя урожая. Агрономы, водники, механизаторы, инженеры, бригадиры, простые дыхания. Недавно поставили завод. Несколько дней как запустили его. Для вывода продукции на экспорт. Мощность 5-6 тонн в час. Наши основные сорта – янтарь и лидер. Сельское хозяйство – одна из опор экономики страны. Ее развитие и достижения – залог стабильности, благосостояния и изобилия. Подчеркнула Аким области. Салим Ажумабекова дала свое благословление, чтобы люди своим трудом украшали землю. Ау мен айтқаныз келсін. Сырелым менің, жырелым менің, түлеткен толы бар, көбегім менің. Халқыған әні, шалқыған дәні, сайратқан болуғым, сырелым менің. Агерим Туриман Айнур Тұңышбаева, Ахан Алиев, Тосан Сатпа, Телеканал Қызларда. Сегодня область празднует успешное завершение уборочной страды. С каждого гектара собрано по 54,5 центнеров. В Закрама отправлены 473 тысячи тонн риса. Подобрать традиции праздника нового урожая агрария щедро делится дарами земли. Все районы приняли участие в большой ярмарке праздника Алт-эндэн. В этом году уже на Курганском районе было засеяно свыше 37 тысяч гектаров земли. Год был очень сложным, маловодным. Пришлось немало поволноваться и больше прежнего трудиться. Но аграрии довольны урожаем. Главная культура – рис. В прошлом году мы получили по 48 центнеров с каждого гектара. В этом году свыше 50 центнеров. По всем другим культурам тоже получили хороший урожай. В два раза больше дынь. В рамках программы диверсификации мы увеличиваем посевы невлагоемких культур. Больше стали сажать картофеля, овощей, масличных культур. Площади под сафлор увеличили в два раза. Жанна Курганцына и ярмарку привезли сельхозпродукции на 28 миллионов тенге на 93 автомашинах. Цены на 15-20% были ниже рыночных. Аким области посетил ярмарку района, поздравил сельчан с урожаем и выразил благодарность за богатый ассортимент товаров и щедрые скидки. Урожай получили в этом году хороший. Привезли горожанам картошку, лук, другие культуры. Торговля хорошо идет. Картошка по 65 тенге, лук 50, морковь свекла по 80. Что хорошо, воду берем из скважины. Поэтому проблем с поливом не было. В районе нам помогли со спашкой, с ГСМ. Мы очень благодарны. Шиэлицы также свято следуют древней традиции. Щедро делиться дарами земли. Они привезли в город товары на 80 миллионов тенге. Ярмарка района была богатой, разносольной. Вся продукция в честь праздника урожая отпускалась по минимальным ценам. Ярмарки стали своеобразной демонстрацией достижений сельского хозяйства региона. Год от года выше производительность, растет линейка продукции. Горожане всегда с нетерпением ждут общего для всех праздника урожая. В этом году они разделили радость аграриев, поздравили с хорошим урожаем и поблагодарили за щедрость собака. На этой ярмарке тоже были свои рекорды. Так, Шиэлийский район на ярмарку привез рекордные 640 тонн сельхозпродукции на 150 автомашинах. В Дихкане района также довольно урожаем. В среднем собрано по 57 центнеров с каждого гектара. И по всем культурам отдача хорошая. Потому и ярмарка была богатая. Арбузы, дыни, овощи. И еще одним продуктом отличились шиэлийцы. Хадр Тюлеов привез отборный свой мед. Он занимается пчеловодством вот уже 15 лет. В этом году собрал полторы тонны сладкой продукции. На ярмарке мы предлагаем мед. Спрос хороший. Привезли 200 килограмм меда. Это и сладкий продукт, и для здоровья полезно. Качество очень хорошее. Несмотря на сложности с поливной водой, кормокшинцы тоже довольны урожаем. На главную ярмарку они привезли 250 тонн продукции. Каждое хозяйство представило свои дары. Из хозяйства Жанажол привезли на главную ярмарку 20 тонн сельхозпродукции. Картофель, пшеницу, корма. Особый спрос был на рис. В этом году мы отвели под рис 3200 гектаров. Год для аграриев выдался нелёгким, но урожаем довольны. Знаем, что особой популярностью пользуется наш рис. В первые же часы ярмарки всё раскупили. Для нас это самая высокая оценка. На праздник урожая «Алтындэн» кормокшинцы приехали со своим дарами в Козларду. На 60 машинах привезли 250 тонн продукции. Цены ниже рыночных на 15-20%. Думаем, что народ будет доволен. Хозяйство Сахтаган поставило на ярмарку 250 килограммов говядины и баранины. Свежая, качественная и по низким ценам продукция пользовалась большим спросом. Мы приехали из аула Хармахша, занимаемся животноводством. На ярмарку привезли 250 килограммов мяса. Говядину продаём по 1250 тенге, баранину по 1200 тенге за килограмм. Народ доволен, а это для нас самое главное. Горожане были очень довольны щедростью земледельцев. Картофель продавался по 55 тенге, лук по 50, капуста, морковь по 80 тенге, рыба по 200-300 тенге за килограмм. Большое спасибо за проведение такой ярмарки. Всё делается для народа. Желаем аграриям хороших урожаев о стране процветания. Купили 7 килограммов мяса. Довольны натуральной продуктой. Как видите, людей много, всё быстро раскупают. Цены ведь доступные. Нормальные цены ниже, чем на базаре. Купила рис, картофель и тыкву. Благодаря ярмарке козлардинцы сделали по доступным ценам хорошие запасы на зиму свежих, экологически чистых и натуральных продуктов. Алина Паражана, Альбек Жаканов, Бауржан Хожамратов, Ханат Мохамбетов, телеканал Козларда. Аральцы тоже приняли участие в главной ярмарке. Они привезли в областной центр продукцию на 18 миллионов тенге. По доброй традиции, часть продукции была передана малоимущим семьям. Главный товар, конечно, это знаменитая своим неповторимым вкусом аральская рыба. Она уже стала брендом района, который имеет и мировое признание. Год от года растут объёмы экспорта. Рыбы самых разных видов аральцы привезли на ярмарку 12 тонн. Не только замороженный, но и живой. А также рыбные изделия, филе, фарш. Цены намного ниже, чем на рынках. Привез рыбные изделия, около 500 килограмм. Сазан сразу раскупили. Осталось только щука. И то немного. Сегодня вот приехал Аральский район. Всего много. Рыбы, мясо покупаем. Довольны. Не менее славится аральское мясо. Шубат, корд и домашнее масло. Всё это также было представлено на ярмарке в богатом ассортименте. Свыше 60 тонн продукции привезли. Также Аралтус привез свой товар. С прошлого года выращиваем гусей. Привезли их тоже на ярмарку. Часть продуктов передали по спискам 15 семей. На праздник изобилия в Казаларду казалинцы привезли продукцию на 25 миллионов тенге. На казалинской ярмарке негде было яблоко упасть. Здесь тоже был самый широкий выбор. Казалинцы привезли 56 тонн картофеля, 15 тонн бахчевых культур, 5 тонн рыбы и мяса. Казалинцы привезли продукцию на 25 миллионов тенге на 55 машинах. Год, сами знаете, выдался тяжелый. Испытывали нехватку поливной воды. Тем не менее, урожай собрали достойный. Мы щедро делимся урожаем. Цены ниже рыночных, на 15-20%. Думаем, что казалинцы довольны. Я считаю, что этот год был большим испытанием для района. Не хватало воды для полива. Поочередно поливали, использовали насос. Урожаем довольны. В следующем году надеемся, что с водой проблем не будет. И соберем еще больше урожая. Бренд района – молочная продукция марки «Дамде». С удовольствием горожане раскупали и знаменитые казалинские конфеты. Торговля хорошая, люди покупают. Раньше производили лишь четыре вкуса конфет. Сейчас их семь. Мятные, барбарис, лимон, апельсины и другие к чаю. Продаем по 500 тенге за килограмм. Словом, праздник урожая в очередной раз показал, насколько богата наша земля и как умеют трудиться казалардинцы. Алина Параджан, Ербулат Турсунхожат, Алгат Альменов, Канат Мохамбетов. Телеканал Казаларда. В этом году сардаринский дихкань отвели под рис 20 874 гектара. С каждого из них собрано в среднем по 53 центнера. Получен хороший урожай и овощей. Улмикен Еребетова занимается выращиванием тыквы. Привезла на ярмарку три тонны своей продукции. Всем покупателям разъясняла полезные ее свойства. Привезла свою продукцию, которую сама вырастила. Это тыквы. Хорошо продаются. Труд моих детей. Охотно делают скидки для покупателей. Желаю всем нам здоровья и богатого урожая. Рисовый клин хозяйства Аскартох Мохамбетов Жанежжер – 1000 гектаров. В среднем урожайность составила 55 центнеров с гектара. Пшеница и люцерна тоже дали хороший урожай. Тыква, картофель, пшеница, корма, морковь и другие сельхозпродукты – все, что пользуется спросом у народа. Привезли. Хорошо раскупают. И мы рады, и покупатели. Картофель продают по 60-70 тенге. На базаре картошка от 80 до 100 тенге. Дешевле, чем на базаре. Нам нравится. В этом году отличная ярмарка. Благодарим. Ярмарка Сардаринского района рядом с домом. Купила картофель, лук, тыкву, яблоки для детей. В целом сардаринцы привезли на ярмарку 240 тонн продукции на 21 миллион тенге. Алина Параджан, Адильжан Бердебеков и Саша Рипов, Досхан Садпай, телеканал Казларда. Пригородные хозяйства тоже снарядили богатый караван из 92 автомашин на большую ярмарку. Привезли свыше 450 тонн свежей продукции. Мирамкуль Маханова из аула Айнакуль привезла арбузы дыни. Но королевой на ее прилавках была тыква самых разных сортов и форм. Цены от 100 до 500 тенге. Спрос на эту продукцию был большой. Покупатели уже знают вкус ее тыквы. Мирамкуль регулярно привозит свою продукцию на ярмарки. Наш округ предлагает и морковь, и тыкву, и рыбу, а также молочные изделия, помидоры и свеклу. Всем известна козлоузекская картошка. Цены ниже рыночных. Народ доволен. И мы тоже. В ярмарке приняли участие все преградные хозяйства. Свежие и натуральные продукты, да еще по хорошей цены, раскупались моментально. Мясо было предложено по 1250 тенге за килограмм. Картошка и лук от 50 тенге. Морковь по 80-90 тенге. Рис по 160 тенге. Качество продуктов очень хорошее, доступные цены. Мне все понравилось. Организация ярмарки на высшем уровне. Ярмарка хорошая. Картошка, лук, в общем, все дешево. Все по доступным ценам. Спасибо земледельцам и животноводам. В ярмарке приняли участие и предприниматели города. Товарищ Сатороманов занимается выпечкой хлебобулочных изделий. Имеет четыре торговые точки. Свою продукцию поставляет и в социальные магазины. В планах расширение бизнеса, выход на рынок страны. В подобных ярмарках принимают участие впервые. Сегодня мы впервые участвуем на ярмарке городском. И на этом же ярмарке мы представляем свою продукцию. Из этой же муки мы изготавливаем хлебобулочные изделия. Ярмарки давно уже доказали свою эффективность в сдерживании цен. И потому спешим порадовать. Ярмарки еще будут. Цель сельскохозяйственных ярмарок – стабилизация цен. Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить каждую субботу до конца года. Жалагашская ярмарка раскинулась в поселке Титова. Сельчане привезли более 40 наименований продукции. Семья Иманбаевых вот уже 10 лет занимается земледелем. Выращивают овощи и бахчевые. Это плоды нашего труда. Продаем по доступным ценам. В этом году получили богатый урожай. Жалагашские дехкани тоже испытали недостаток поливной воды. Благодаря самоотверженному труду все-таки смогли получить хороший урожай. С каждого гектара собрано по 57 центнеров, что выше прошлогоднего показателя. Отборный риск на ярмарке по достоинству оценили горожане. Пусть всегда будет богатый урожай. Что может быть лучше своей продукции? Чем привозить извне, лучше свои продукты покупать. Благодарим наших сельхозпроизводителей. Цены ниже рыночных. Где-то на 15-20%. Мы очень довольны. Поздравляю с праздником урожая. По хорошей цене покупаем лук, картофель, тыкву. Спасибо. В лучших традициях все хозяйства приехали не только с дарами земли, но и концертными программами. Таким образом, горожане не только закупили продукты по выгодным ценам, но и получили заряд энергии и хорошего настроения. Алина Параджан, Елижас Абдельда, Талгат Садыков, Дос Хан Сатпай. Телеканал Кызларда. И еще о спорте. Мы следим за выступлением нашей фигуристки Элизабет Турсымбаевой на втором этапе гран-при в канадском лавале. Сегодня завершилась короткая программа. Элизабет на шестом месте. За прокат короткой программы Элизабет Турсымбаева получила 61,19 балла. Она обошла именитую соперницу двукратного серебряного призера Олимпиады россиянку Евгению Медведеву. Лидирует же после короткой программы россиянка Элизабета Туктамышева. У нее 74,22 балла. Следом за ней расположились японки Хигучи Вакабе и Мака Ямашита. Произвольная программа завтра, 28 октября. Пожелаем удачи, Элизабет. Послушайте штормовое предупреждение гидрометцентра. 28 октября в области ожидается северо-западный ветер. Местами в 18-23 метра в секунду. Порывы в 30 метров в секунду и более. Вероятность шторма 90-100%. Это все к данному часу. Смотрите наши новости через порталка Акстерка.кз на сайте телеканала Кызыларда. И о погоде на завтра. Спонсор прогноза – комплекс Арбат. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова